Фабрика парасфасовцы китайского чая будет создана в Могилеве. Концерт русского народного хора имя пятницкого прайшоу в межах фестивалю духовной музыки. Бабрусь у 14-й раз устрыкая замежных гостей на фестивале «Вянок Сябровска». Президент Беларуси подписал указ об створении господарчего товариства. Документом у Рыгу Леваны пытание створения в Шкловском районе высокотехнологичного эффективного агропромыслового холдингу, поведомляет пресс-служба керавника державы. Применение эффективных технологий, сучасных обсталеваний и передовых методов организации працы дозволит реализовать инвестиционный технологичный потенциал, забеспечить рост выручки и повеличить продукционность працы. Домовленности подмоцевали конкретными справами. Китайская делегация провинции Хунань и Могилёвская область подписали погаднение от передачи на Могилёвшину восьми социальных жилых домов. Китайский БОК будет спонсировать их будовництво. Это протяг супрационництва нашей области с китайскими партнерами. Нагадаем у красавику подписано погаднение об установлении сябровских относинов помеж Могилёвшиной и провинции Хунань, якой меркует супрационництва у розных сферах. Так само у Китая познаемится и с продукцией под брендом «Зроблена на Могилёвшине» подписано отповедное погаднение на поставки. У Жнеуни мы отправим целый эшалон с продукцией Могилёвской области и у приватности молочной, у нашу провинцию. Это будет 41 вагон, и мы спадеемся, что это только начаток нашего плённого супрационництва помеж вашей области и провинции Хунань. Китайская делегация принимает удел и у девятым международным инвестиционным форуме «Мельница успеха», и он начался в Бабруйску. Четыре сотни бизнесменов из разных кутков планеты обмярковывали питание супрационництва с промысловцами Могилёвшины. На инвестфорум у Бабруйск приехали четыре сотни бизнесменов из 50 замежных компаний. Все роды их представники деловых колос США, Грузии и Танзании. Баки обмярковывали супрационництва, заключали домовы. Першие выники форума уже есть. Члены танзанийской делегации почали перемовы с Бабруйским заводом, тракторных деталей и эгрегатов об поставке техники на африканские плантации. Танзания – краина, где ураджай, сбирают два раза за год. Однако под сельскую господарку задейничана только тротина от махчимых площадей, не хапая техники. Супрационництва с Бабруйским вытворцей может опомохнуть у ворошенней проблемы. Танзания по технологии не может сравнить с Бероруссией. Чем более по сельскохозяйству, оборудования, трактора у нас очень мало. Поэтому нам очень-очень нужно ваше трактор, ваше оборудование, ваше комбайне и все, и технология. Расфасовывать китайский чай будут у Могилёве. Про это попереднее домовилися мыр Могилёва Владимир Цумаровский равниством города Чанша, провинции Хунань. Продукция с этого региона представлена на выставе у Могилёве. Город Чаншау – лику наибольш экономично развитых городов Китая. 14 предприемств представили свою продукцию на трогдённой выставе, якая разгорнулася у Музычным колледже имя Рымского Курсакова. Тут у основным фарфор, фейерверки и сотни вида у чаю. Есть намер заключить домовы не только на поставку гэтой продукции у гандлёвую сетку Могилёва. Я хочу, чтобы сегодня был представитель именно в городе Могилёве с регистрацией и созданием совместного предприятия, в том числе по производству чая. И даже в ходе этой неподолжительной встречи есть такая договорённость, что будет фабрика в городе Могилёве строиться именно по производству и расфасовке изделий, которые сегодня производятся в Чанше. Китайские фирмы представили на выставе минавитоты, гатунки и виды продукции, яких нема у гандлёвых сетках Беларуси. Сейчас китайские предприятия очень заинтересованы инвестировать в Могилёв, в Могилёвскую область. Наши экономики, они очень взаимодополняемые. И я уверен, что в Беларуси есть тоже товары хорошего качества, которые понравятся и будут пользоваться популярностью в провинции Хунань, в городе Чаншан. У супрацовницей Могилёва с городом Чаншаве леки перспективы, упэлнены гости. И китайский бок затекавлены у беларуских продуктах харчаванья. Чаской международного инвестфорума «Мельницы успеха» стала региональная беларуско-китайская бизнес-устреча. Китай – одна из семи основных краин, стратегичных партнёров нашего региона. Цяпер город Чаншай и Могилёв стали партнёрами, яке уже меркують просуместные проекты. В части того, чтобы создавать здесь совместное производство и исключать понятие «импорт» из Китая, мы готовы быть производителями здесь, на китайских технологиях, с участием китайского капитала. И вчера проявил интерес инвестор по строительству гостиничного комплекса. Возможно, это у нас воплотится в жизнь. Мы на это очень надеемся. Как мы знаем, Чаншай – это город фейерверков в Китае. Поэтому они хотят, в лучшем смысле этого слова, заразить этим и беларусов. Про масштабы города Чанша, где разом с новоколием живе более за 7 миллионов человек, у дельники бизнес-устречи даведалися с фильму. И, окромя усих иншых прыгажостю, минавито зелёные горы у парку Чанша натхнили режиссёры Кэмерона на аватар. Пагаднение об усталявании сябровских совязев и гандлёвы экономичным супрацовністве подписаны. Верагодно, что Чанша у будущем стане и по братимам Могилёва. А в Москве проходит четвертый форум региону Беларуси и России. У его работе так само на выставе новейших вытворчо-техничных распроцовок активно удельничают и представники Могилёвской области. Могилёшину на форуме представляют больше за десяток предприемств в ВНУ и организаций. У их лику Белшина, Могилёв Лифтмаш, Домачай, Червоный Харшавик, Беларуско-Российский университет, Беларуская державная сельгаз-академия. Наместник старшини Могилёвского Абалаканкама Виктор Некрашевич выступил с докладом про технологии и инновации в супрацовністве Могилёвской области с регионами Российской Федерации. Так само великую текавость на форуме выкликаю в опыт междержавного супрацовніства БРУ. На форуме плануется подписать целый шерох вытворчих контрактов и домов об межрегиональном супрацовністве помеж субъектами Российской Федерации и Могилёвской области Республики Беларусь. Генеральная репетиция монтаж салютных установок и головной сцены завершается опошней приготовления до дня нараджения Могилёва. Непосредно свято 1 липеня почнется с официйного приёму делегаций и гостей города. 1 липеня у 11.00 скверы 40-го Дзя Перамоги почнется свято середневечча рыцарский стан. По традиции у 12.00 усіх запрашают на театрализованное шестя. У гэтыш час почнется и свято национальной культуры у этнографичным комплексе «Зелёный Гай». Площа зорок сустрыня усіх концертной программой «Квітней Могилёв». Початок у 13.00. Ну а в улице Ленинской будзе гаманить на розные голосы, где представники розных дыяспорт представят особливости своих национальных культур. Горадский пляж на Днепры так само стане великой арт-пляцовкой. У 9 вечера на площади Ленина, каля Дома Совета, упачнется великое святошное представление «Виват Могилёву-750». Гэта будзе реконструкция життя города з дня заснавання. Завершится усе 3D-мэппинг-шоу и фейерверкам. Святошных пляцовок будзе шмат, на площади Славы у 21.00 1 липеня так само представить концертную святошную программу. Так бы мовить клишник, у святкованнях поставить незвычайный салют, який подарили Могилёву китайцы, под шатаку 24.00. Звертаем вашу увагу, што для безпеки выставять посты от шапления. Будзе перакрыты мосты Мяяшина-Празднепр. Парк аттракционы у территории Каля Палаца в области. Уважлива, стаутеся до своей безпеки и безпеки інших. Нагадаем, што 1 липеня с 21 годины на телеканале Беларусь 4 Могилёв будзе вестися про мая телевизийная трансляция святошныха концерта «Виват Могилёву-750» и 3D-мэппінг-шоу на будинку Дома Советов. Пытання по развитию промысловості пропалю на энергетичный комплекс в области и его эффективность можно будет задать у суботу, 1 липеня. У этот день традиционную прямую телефонную линию проведет намесник старшині Абалу Канкама Дмитрий Харитончик. Телефоновать можно с 9 до 12 годин по номеру у Могилёві 50 18 69. Так само подчас телефонной линии можно выказать зауваги по проблеме якості і конкурентоздольністі промысловых товаров, отримать отказы на питанні по інноаціній і навуково-технічній дійності. У той же час промыть телефонні лині пройдуть во всіх городських і районних виконавчих комітетах в області. Наприклад, у Могилёвськім Гарваканкамі телефонування проймень намеснік старшині Сергій Дядовіч по номері 25 84 42. А у Бобруськім Гарваканкамі на питанні адкажа кіра у них справами Людміла Пагуда. Телефон для сувізі у Бобруську 76 21 41. За досягнення у праці і громадським житті професіонал із усіх, а лінгасподаркі, а таких комісія визнашила 17 чоловік, отрималі спеціяльні проймі і Могилёвська Гарваканкама досягнення. Серед номинантів і воротовальник Олег Галковський. У нас така професія, що, наверное, любой чоловік, любой, каждый работник нашого ведомства достоин этой, як бы, премії. Я не считаю, що так. Ну, в этом, как говориться, в этом году повезло, значит, мене. Олег Галковський 16 годів тушить пожары, однаку професію пройшоу дякуй випадку. Коли завершав кар'єру спортсмена-волейболіста, йому пропонували переквалифікацію. Свої перші пожар, йон пам'ятає і сьоня. Там вдоль Дніпра загорелся суха растітельність, і була угроза распространення. Там стояли ёмкості з мазутом. Ну, вовремя, как бы, выїхали, вовремя все ліквідіровали. Олег Галковський дослужився до командира отделення. Сьоня, як і рані, йон тушить пожары, вносить загня потерпілых, ліквідуя узгоранні у екосистемі. Так, о 2009-м йон тушив моцій пожар на регенератнім заводі. У 2016-м ліквідував узгоранні шмат поверховкі на Златоустовскага у Могилёве. Олег Галковський ліша, што ў житі яму пашанцевала. Ёсь добрая праца, надіяны тыл. Адным словом, мары збываюцца. Мечтаєм, шоб поменьше було у людзей, как говорецца, гореці. Ну, нам поменьше работы. Наталья Іллініч, Александр Артеміў, Новіна Регіона. Концерт русского народного хору ім'я Митрофана П'ятніцькага прайшоў Могилёве. Культурную падзею промерковалі да фестивалю духовной музыки Магутны Божа. Выступлення колективу прайшлося да спадоба Могилівчанам і гастям города. Гэта добры подарунок напярэда дзі дня нарадження Могилёва. Одна з долгачаканых падзей, што адбылась ў межах фестивалю духовной музыки Магутны Божа, концерт русского народного хору ім'я Митрофана П'ятніцькага. Мінавіта з гэтага колективу пачалася історія народного хорового іспеву на професійной сцене. Всё это творчество настолько позитивно, настолько высоко, глубинно и творчески оно наполняет. Это такая гармония, такое созвучие, что пусть это будет постоянно. Нравится хор П'ятніцкого, и мы его не раз слушали, поэтому с удовольствием пришли. Ну и вообще приятно, что в Могилёве проходят такие замечательные мероприятия. Вот и всё. С днём рождения, Могилёв! Увесь тыдень на фестивальних пляцовках Могутного Божа пановала атмосфера, протятая духовностью. Працавала духовно-осветницкая выстава «Кирмаш» «Беларусь православная». Свої программы на площі зорок виконували християнські групи і солісты, хорові колективы з розних країн. Исполнять здесь произведення – одно удовольствие. Вообще, ну, а себе могу сказати, що перший раз в Беларусі. І мені очень поразило і гостеприімство, і душевність. Паэтамо одно удовольствие бути участником в цьому фестиваль, тим боле, що стільки участників. Можна послушати інші колективи, познакоміться з кем-то, наладіць творчіські мосты. У вечері у катедральнім кастюлі у небаузятці прасвятой Дівы Мары Могилючан і гості гурада чакая концерт арганной музыкі. А в неделю у гэтым же храмі свою программу працтавить камірный оркестр і хор з Даугавпілсу. Фестываль працягвайцца. Алена Соловйова, Миколай Собалів, Новіна Регіона. Бабруйск у 14-й раз устрів замежних гостей на фестывалі «Вінок Дружба». Новая країна, новая колектива. Па словах організаторів, у Бабруйск приїхалі більш за паутысячі артыстів з 26 країн світу. Галонай пляцовка і традиційна стане лядовая арена. Там у першиню танцори з розних країн виконують беларуску лявоніху. Вінгрия, Словакія, Латвія, Литва, Турція, Польща. Більше за 180 чоловік виконують беларуский танец на урочистім відкриті фестивалю. А крімі концертних номерів, кожна країна привезла і свій вінок. Благодаря Ірине Александровне Роскоч, которая стільки времени занималась уже этим фестивалем, она нашла эту ізюминку. І якщо ви хочете пострігати, в чому она заключається, сходите в наш музей, і ви там увидите всі ці красиві шедеври. У межах фестивалю кожна країна отримає по 25 хвілін для презентації своєї творчості і культури. Організатори жупеуніни отримається феєричне шоу. Я ще більш цікавих новин на нашім сайті tvrmogilio.by А я ожідаю вам приємних виходних. До зустрічі! Дякую! Дякую! Субтитрувальниця Оля Шор Дякую! 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 Дякую!